Выездные заседания правительства – обычная практика региональных властей. Начальники департаментов знакомятся с проблемами муниципалитетов, губернатор дает поручения. Как исполняются директивы лидера региона, обсудили в понедельник на совещании в правительстве. В ШУИ Павел Коньков велел рассмотреть вопрос с обновлением парка автобусов в Клочковской школе. Ирина Эрмиш отчитывается. Сделано. Мы шесть автобусов за счет областного муниципального бюджета в текущем году планируем приобрести. Федерация в этом году 5 миллиардов рублей предусматривает, в прошлом году 3 миллиарда рублей. Мы свою заявку на 23 единицы направили. Шанс у региона на помощь со стороны федералов большой. В Комсомольске губернатор велел увеличивать показатели ввода жилья. Было рекомендовано во время визита в регион министра ЖКХ Михаила Меня отработать с Минстроем возможные способы по достижению показателей. 6 числа в четверг я планирую со Стасичным Никитой Евгеньевичем и АИЖК детально отработать особенности Ивановской области. Делаем мы это накануне Всероссийского совещания Минстроя по жилищному строительству. Оно будет в пятницу. Вот в четверг-пятницу я буду в Москве заниматься этими вопросами. В этом году жилье получат молодые семьи из разных муниципалитетов. В бюджете заложено 4 миллиона на суфинансирование. Федералы выделят 25 миллионов. Участвует у нас 21 муниципальное образование в этом году. И планируем 74 молодые семьи обеспечить улучшением жильщих условий. Поинтересовался губернатор, можно ли считать закрытой проблему с ОСАГО в Кенишемском районе. Светлана Давлетова отчиталась. В субъекте больше нет очередей. На сегодняшний день в городском округе работают три офиса страховых компаний. Это Росгострах, ВСК, Согласие. Все применяют систему единого агента РСА. Кроме того, по нашей просьбе Росгострах увеличил количество сотрудников на три единицы в своем офисе. И кроме того, Росгострахом был открыт новый офис в городе Заволжский. Острым для отдаленных вопросов остается вопрос с доставкой продуктов. Нужно к этой проблеме, отметил Павел Коньков, привлекать предпринимателей. А может нам какую-то небольшую недорогую программу по области принять по этому поводу? Каким-то образом стимулировать их? Я не буду здесь большие деньги, нужно там какую-то небольшую дельту компенсировать по этому поводу. Я готов рассмотреть. Итого 145 поручений выдано, 102 выполнено. Оставшиеся будут на контроле до исполнения. Как и доклад Департамента здравоохранения, который сегодня заслушан не был. Губернатор упрекнул профильные ведомства в формальном подходе и попросил больше усердия. Следующее выездное заседание, а значит и новые поручения запланированы уже на эту неделю. Правительственный десант отправится в Палих.